Может ли в другом месте так бурно обсуждаться поставка оружия? Ну, например, в Германии. Тоже же бюджетная дыра. И в этом отношении, вы знаете, опять же, мне так интересно, некоторые события, которые происходят, они отражают действительность, скажем так, не с точки зрения, вот если смотришь на цилиндр с одной стороны круг, с другой стороны будет прямоугольник. Мол, с какой стороны смотришь? А отражают действительность именно как рентгеновские лучи. Мне кажется, видна только тень на настоящие проблемы. И разбираясь на сегодняшний день, это важно, немецкую политику, прежде чем перейти к бюджетной дыре, я хочу сказать, что произошло событие очень интересное. Ферфас Мукшутс, это Федеральная служба защиты Конституции, ее можно сравнить, ну, это как ФСБ в России, у немцев вот Ферфас Мукшутс, Федеральная служба защиты Конституции. Служба давным-давно ведет себя очень странно, потому что она политизирована, притом сильно политизирована. Мне кажется, этому дала толчок когда-то мэрки, когда уволила главу службы, который, в принципе, сказал, что там, ну как, он не заступился за альтернативу для Германии. Он констатировал факт, что там не было разжигания национальной розни и что это не совсем так, как презентируют СМИ. После чего он вылетел в своей работе, глава немецкой этой Ферфас Мукшутс, а вот вчера объявили о том, что партия альтернатива для Германии на территории Саксонии, что это экстремистская организация. И, ну, понятное дело, меня это заинтересовало, я знаю ни одного человека, и не только из Саксонии, не только из альтернативы Германии, знаю других людей, из Антифы знаю, левых знаю, свободных демократов знаю. И является ли это событием такого глобального германского уровня и какое-то отношение имеет вообще к Украине, к бюджету. Я считаю абсолютно прямое. Я считаю, что инструментализация определенных вещей, которые в Германии происходят руками спецслужбы, она ярко выражена, уже ярко видна. Если вы меня спросите, дорогие радиослушатели, чувствую ли я на себе, да, чувствую, непосредственно тоже. Вот сейчас вылетал из Германии и в сторону, то есть раньше только когда прилетал в сторону, а теперь, когда я вылетаю, личный досмотр обязательно минут на 20, на 30. Сотрудники бундескриминаланта, то есть криминальная полиция и там можно. И на все официальные запросы нет никакого возбужденного дела. И вот эти вот методы поддавливания, политического поддавливания, свободы измышления, которые в Германии на сегодняшний день существуют, журналистов как продавливают, это все векторы одной большой игры. А игра эта называется, и ее очень хорошо оттолкнуть, полный провал правительства Германии. На сегодняшний день печатный кризис привел к тому, что цифры просто сами за себя говорят. Притом цифры опроса, которые произошли, говорят очень четко, что правительство как никогда не ископало. И, например, в составе правительства есть такие свободные демократы, о них мало что известно. Это партия в основном таких людей зажиточных. И, ну, так по примеру, вот город Берлин, если разделить, есть квартал Гетто, где в основном живут мигранты, арабы, чернокожие люди. Есть пролетарский квартал, где в основном живут белые люди, спальный квартал. И там, например, много российских немцев. Там, ну, скажем, побеждают альтернативы для Германии. Там, где живут богатые люди, всегда побеждают свободные демократы. Это единственный маленький квартальчик зажиточных людей. И там всегда побеждают свободные демократы. То есть партия богатых. Очень смешно было, кстати, когда партия богатых решила поменять вектор и позаигрывать с другим лекторатом. И сделали рупором своей партии в предвыборной борьбе человека, который начинал свою предвыборную речь со слов «Я сын уборщицы». Ну, это было очень смешно. То есть они работают на миллионеров-банкиров, а тут они вдруг решили отвернуть от себя свой лекторат, но попробовать завоевать другую. У них ничего не получилось. Но эта партия известна таким персонажам. Обожаю этого персонажа. Это мой любимый персонаж. Штрак Циммерман, глава Комитета обороны Федеративной Республики Германии в Бундестаге. Это та, которая в общественной дискуссии, в общественном телевидении сказала, что нужно передать в Украине обязательно крылатые ракеты «Таурус». А потом объяснила, что эти «Таурус» могут, во-первых, пробивать бетонные сооружения. И даже рассказала, какие цели должны быть. Крымский мост, например. То есть такая, знаете, ей поиграться хочется чужими руками, дать ракеты, а ты иди. Вон, спички мы тебе дали, а ты иди по дожде. Хочется ей поиграться. Это именно та штраф Циммерман, которая вроде бы как в шутейной программе, напомню, сказала, что она за то, чтобы возобновили фольтштурм. Ну, в шутейной программе можно зашутить и концлагеря, и газовые камеры можно шутить. Это на уровне вот тех арабов, которые кричали, что они хотят Гитлера, что они хотят газовые камеры, когда всполохнуло в израильском-палестинском конфликте. Это вот на таком же уровне все у них шутки. И штраф Циммерман вызвала реакцию советника Шольца, сказала, что старуха достала. Это дословно перевод слов «Ба! Альта Абаневт». И нервирует. И вот этим известны свободные демократы. Их рейтинг сегодня 4%. Это значит, если выборы в Германии завтра, они не пройдут в Бундестаг. Для меня это ярко выраженный показатель того, что все говорит за себя. Вот он народ Германии. То есть власть захватили, там вот этот коалиционный светофор, определенные лица. И эти определенные лица не поддерживаются народом Германии. 4% это, наверное, вся их партия. Если дружно выйдет с членами семьи, вот они и нет. В парламент не пройдут. Рейтинг канцлера в свободном падении. Об этом пишет пропагандистский ресурс Deutsche Welle. Рейтинг канцлера в свободном падении. Потрясающе. Ну, правда. Это на самом деле правда. Потому что, дорогие друзья, 82% опрошенных в Германии недовольны работой канцлера. Удовлетворены 17%. Это примерно, опять же, члены партии плюс члены их семей. Все, ни больше, ни меньше. Я имею в виду из активного электората. 82%. И, конечно же, Шольц, у которого 82% недовольны, когда смотрят опросы Российской Федерации, насколько в России электорат доволен. Россия – это вот простые люди. Вы радиослушатели. Кто доволен, кто недоволен, кто на кухне ворчит. Но цифры говорят сами за себя. Сколько довольны работой президента Российской Федерации Владимира Путина? 70%, если я правильно помню. Плюс-минус. Поправьте меня, Мария. Посмотрите актуальные данные. И в этот момент на Западе взрываются. А, это невозможно. Шольц, это тебе невозможно. Потому что ты бездарно правишь Федеративной Республикой Германии в момент кризиса. И потому что 82% тобой недовольны. И ты говоришь, о, в настоящей демократии должны быть так недовольны. Идиоты. Настоящие идиоты. Я не оскорбляю сейчас. Я пользуюсь древнегреческим понятием. Идиоты – человек, который не может заниматься политикой. И вот этих вот 17% довольных, 82% недовольны. Вы знаете, был уже такой кризис давно в Германии, когда точно так же правительством были недовольны. И в принципе, в принципе, 68% прям читаю и думаю, господи, ну неужели, ну неужели 68% опрошенных говорят, что Шольц не соответствует занимаемой должности. Я принадлежу к этим 68%. 68% плюс я. И в этом отношении, вы знаете, настоящий сегодня брюзжащий, ну в принципе, готовящийся к Рождеству, уже гирлянды развешаны, бюргер и бюргерша, чтобы правильно быть, ну гендерно корректным, это же немцы. Вот, бюргеры и бюргерши говорят, попивая глинтвейн или пивко на холоде, о том, что нет, Шольц должен уйти, все, Шольц должен уйти в отставку. Это оппозиционная позиция, то есть большинство населения в Германии считает, что правительство не справляется с кризисом. Уже и так цепляются, и так цепляются. Главное, что у них есть штраф Циммерман из свободных демократов, которые очень лоббируют поставки оружия. И в принципе, вот вопрос, вот как такое может быть? Это же не коррупция. Вот действительно, вот я вступаю в лигу, например, любителей, футболистов, ну давайте возьмем там клуб Спартака, например. Я вот стал не фанатом, а вступил в лигу специально. Я, когда вступлю, я подпишу документы, в которых обезвожусь везде лоббировать Спартак. А потом кто-то удивляется, что я лоббирую Спартак, везде хвалю его там, требую, чтобы им лучших игроков отдавали, требую, чтобы денег дали на покупку лучших игроков, требую, чтобы газон у них был самый лучший, тренера лучше. Вот так вот, только то же самое, только не Спартак, а Танки Леопард. И точно так же штраф Цеммерман, она состоит в этих НКО, которые занимаются лоббированием. Так что, нет, это не коррупция, это лоббирование. Это так называется. У коррупции это будет, когда доказано, что после работы в Бундестаге, я уверен, что в следующем сезоне штраф Цеммерман не будет. А если я ошибаюсь, ну, наверное, начну здоровый образ жизни, в том смысле, не буду смотреть немецкие новости целых две недели, накажу себя. Так вот, я думаю, что штраф Цеммерман обязательно пристроит в совет директоров на какой-нибудь вооруженный военный заводик маленький. Спасибо, Мария. Уходим на новости. Проглушил я все-таки еврозону с того, что политическая шизофрения, она передается, даже если смотреть на выключенный телевизор европейский. И болгары там практически дерутся по поводу поставок оружия, вместо того, чтобы своему народу нам помогать, а поставки оружия на Украину в виде лома, реального лома устаревших броневиков. И потом я перешел в Германию, а вы вместе со мной. И в Германии падение рейтинга Шольца, а также всего правительства. И тут я вижу вопрос. Штраф Цеммерман понимает, что с Россией воевать нельзя. Дорогие радиослушатели, много раз говорил, и говорю, и поверьте мне, у меня там запрограммировано немецкие интервью, в которых я этот вопрос ставлю регулярно. Штраф Цеммерман пусть расскажет, есть ли в ней комплекс другой неполноценности, кто были ее предки, пап, мама, бабушки, дедушки, по-матерински, по-отцовской линии. И что они делали во Вторую мировой войну? Пусть откроется уже, и пусть скажет, как она относится к этому. Потому что я подозреваю худшее. Она хочет отомстить. Вот в чем я ее подозреваю. Господа Штраф Цеммерман, я знаю, что вам перевод этой части Еврозоны положат на стол. Я Сергенко Владимир, и да, я вас спрашиваю, кто были ваши предки? Все-таки донесу до вас, а вы, пожалуйста, думайте, как вы ответите на этот вопрос. Не обязательно мне, можно немецкому сообществу, даже немецкому парламенту, а также своим избирателям. Но вам, честное слово, не место в мире людей, которые хотят мир. Потому что вы разжигаете войну. Так вот, дорогие радиослушатели, дорогие друзья, смотрите. Катастрофически теряет все-таки рейтинг, популярность, доверие канцлер Германии Шольц и вся его банда. Ой, я это сказал. Перечеркиваем слово банда и говорим коалиционное правительство. И вот эти коалиционные правители, теряя полностью свою власть, понимают. И вот здесь нужно осознать, как мыслят вообще в Европе политики. Небольшая тайна, что очень многие проигравшие партии, или не попавшие в Бундестаг или войтиши, они думают, как переформатироваться, как сделать так, чтобы ты остался в следующем сезоне. И очень многие действительно мыслят партийно. Вот я, например, считаю, что было просто уродством со стороны левых, когда они Мудрова, это их философ, это последний социалист вообще Европы, человек, который сидел. И, ну, такой современный Карл Маркс, вот двумя словами, чтобы объяснить. Фамилия Мудров, красивая немецкая фамилия. И его лишили статуса, потому что он относился к операции на Украине именно так, как он относился. Специальная военная операция для него была аргументированной частью. И он не осудил, не стал вот эту вот чечетку проамериканскую выбивать, про натовскую. И его исключили из совета старейшины, и от него отслонились, кабинета лишили его, чтобы он больше не писал социалистических трудов. Читаю, такая чудовищная ошибка. Ну, ладно, черт с этими левыми. Все-таки они не у власти, они оппозиция. Сара Вагнитных нас еще удивит не раз, я думаю. А вот как мыслят партийные люди, настоящие партийные люди? Да, я проиграл в этом сезоне. Что я должен сделать, чтобы моя партия... Вот я получу, например, прямой мандат и стану там депутатом. А как сделать так, чтобы моя партия вошла? Что должна изменить партия? Какую политику вести? Какую рекламу? Какой пиар? То есть есть действительно люди, мыслящие именно партийно. И здесь включаются технологии. Технологии пиара, технологии изучения, например, как работает соседняя партия. Что у нее можно подцепить, где у нее можно слабое место провис, электорат отобнять. То есть зайти на чужую территорию. И это честная игра на самом-то деле. Ты меняешь партийную немножко лексику, ты меняешь структуру. Выходят новые люди на арену, которые, ну, как бы ротационно иногда. Иногда действительно меняют вектор партии. Вот сейчас же Сольц поменял вектор партии? Поменял. Он же развернулся пиной к России. А я бы сказал по-другому. Газпропу, Газпром он развернулся одним местом. И место это далеко не лицо. И, простите меня за мавитон, это я карикатуры немецкие описываю, если честно. Они, наверное, бывают достаточно пошлые. И вот есть такой маленький нюанс. Когда партии намысят и партии наборятся, это честно, это демократически. А теперь представьте себе, у нас с вами совещание. Я говорю, так, а ну-ка ко мне директора нашей спецслужбы. Так, что мы можем делать? Так, кто там растет? Ага, христианские демократы. Ну, то есть партия Меркель. Ну, ладно, они всегда растут, потом падают. Ладно, с ними можно договориться, с ними что-то пить в коалицию. И министра можно при них пристроиться. Кто еще там растет? Альтернатива для Германии. Так, это не дело всего. Демократия в опасности. А ну-ка быстренько закручиваем гайки. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно накопать на них какой-нибудь спецматериал. Спецматериал, что эти люди негодяи, подонки, что они антисемиты, что они расисты. Ну, и все что угодно. А как мы можете накопать материал? И тут встает глава спецслужбы и говорит. А я не могу на них ничего накопать, потому что они публично говорят абсолютно нормальные вещи. Они выступают за мир. Они критикуют Израиль. Они говорят, что им нужен газ. У нас, в принципе, ну, предъявить нечего. Да, есть определенное мнение, да, есть опасность. Они популисты. Они вроде как не очень любят мигрантов и достаточно жестко критикуют власти за вот это нашествие мигрантов. Но я не могу ничего накопать. И тогда тот, кто теряет свой политический рейтинг, социал-демократ какой-нибудь, например, канцлер Германии. Я сейчас пишу вам фантастический рассказ, как это происходит. И в этом фантастическом рассказе он говорит, а что нужно для того, чтобы нарядить? Он говорит, ну как что, мне нужно законное основание, чтобы я мог использовать те методы спецслужбы. Потому что я не имею права взламывать почту, не имею права смотреть, там, переписку, прослушивать телефоны, направлять наших сотрудников, чтобы они топ-топ делали, то есть следили за кем-то, внедрять своих людей, чтобы они вот работали. И мне для этого нужен какой-то статус. Для этого нужно признать организацию экстремистской. А, пожалуйста, делаем экспертизу, признаем региональное отделение Саксонской АДГ экстремистской. И теперь все методы вам разрешены. Для того, чтобы сделать экспертизу, что вам нужно? Механизм запущен. Вы знаете, если действительно политик в Германии говорит о том, что он поддерживает, например, или там как-то Холокост начинает придумывать там, что в цифрах его банули, это уголовная ответственность. Это уголовная ответственность. И с этой точки зрения, вы знаете, в альтернативе для Германии это уже третья земля, которая признает АДГ экстремистской. И это именно в тех местах... Пауза у нас, Владимир. Давай. Чуть не пропустили. Как я люблю эту паузу, Мария, дорогие радиослушатели. Это самая замечательная пауза, когда успеваешь сделать два глотка кофе. И вот три земли, в которых популярность альтернативы очень сильна. Так что если выборы, то земельное управление перейдет к альтернативе для Германии. И именно, смотрите, в этих землях признают, что АДГ является экстремистской организацией. Именно там, где популярность альтернативы очень велика. Но я вижу это комплексно. Я не вижу, вы понимаете, как... Это же не заговор какой-то, это же не конспирология. Это же действительно все сейчас в открытом доступе, обвинения в экстремизме. Вот эту экспертизу, которую провели. И теперь там альтернатива для Германии будет в судебном порядке бороться. Что-то там доказывать. Это их проблема, скажем так. Я же вижу, я же вижу системную проблему в другом. Не в том, что кто-то перегибает палку. При том, что сами альтернативцы, они очень часто говорят, пусть Шольц вместе с Ферфасом Шутцем делает дальше то, что они делают. Потому что чем больше они это делают, тем больше растет их популярность. То есть они так это воспринимают. И вот с точки зрения экстремизма, я считаю, что если человек публично выражает антисемитизм, призывает к расовой розни, накажите его уголовным кодексом. Если в партии, притом в партии АДГ с этим, ну как, у них все чистки были, у них правое крыло зачищено, например, у них свои там разборки. Некоторых людей из партии выгнали, некоторые через суд смогли вернуться. То есть постоянно такой процесс бурления есть. В жизни не скучна для меня. Но еще раз, это внутренняя история Германии. Все-таки начал я с политической шизофрении и к тому, что в Болгарии практически потасовка в парламенте, потому что была пылкая речь Костодина Костодинова, в котором он говорил о том, что не надо деньги давать Украине, ему надо тратить деньги на себя. Так вот, бюджетный кризис в Германии, безумно сильный, прям свободный полет канцлера Шольца по всех рейтингах, а также правительство Германии, в смысле вниз камнем, это называется, свободный полет. Очень свободный и очень демократический рост партии Альтернативы для Германии. И вместо того, чтобы изменять экономику, вместо того, чтобы говорить о, ну, допустим, там новый долг правительство может залезть, взять, некоторые вещи можно переосмыслить с точки зрения пошлин, некоторые вещи можно переосмыслить с точки зрения санкций, можно новые пути искать. Смотрите, что происходит, что вытворяет вот это вот. Мне кажется, я перед этим слово зачеркнул «банда» и сказал, не «банда», а «политическая банда», а заменил его на коллекционное правительство. Ну, знаете, так писатели иногда пишут, и нужно как-то, ну, текст там два раза, чтобы не повторялось одно и то же слово, поэтому вот слово «политическая банда», «политическая шизофрения», оно меня спасает от прямого уголовного преследования, на самом деле. Это абсолютно не шутейно. И методы, которым прибегает правительство Германии, оно является, например, сейчас для меня показательным. Усиливается роль спецслужб в преследовании тех, кто растет в рейтингах, тех, кто становится в народе действительно популярен. И эта популярность, она основана, вы знаете, вот партия Шульца и вся его вот это вот, опять хотел слово «банда» сказать, ну что за наваждение такое, они легко могут исправить этот рейтинг падения. Для этого нужно сделать очень простые вещи. Для этого нужно заговорить о мире, а не о войне. Для этого нужно задуматься о том, что риторика и объяснение, куда должны лететь крылатые ракеты, сделанные в Германии, в виде свободных речей, свободных демократов, непосредственно главы комитета обороны Бундестага Штрак Циммерман, то в принципе, изменив этот вектор, перестать быть вот этим, я не знаю, милитаризированное мышление, воинушки они хотят поиграть, против русских вы лезете или что, вы реально сумасшедшие. Тут уже не политическая шизофрения, тут уже нормальная шизофрения. Если человек хочет войны против русских, он для меня ненормален. Это не фанатизм, это не политическое убеждение, это диагноз на самом деле. И в этом отношении изменить вектор Шульцу легко, но он этого не делает. Его партия этого не делает. И к власти следующий, кто может прийти, они точно так же будут иметь такой же вектор, натовский, американский, но они должны будут считаться с наследством, которое им оставил Шульц со своей, ну, слово уже знаете, которое я хотел сказать, я имею в виду коалиционное соглашение и правительство, это бюджетный долг. И в этот момент разговор идет, например, о том, чтобы уменьшить социальные пособия. Ну, то есть инфляция есть, продукты дорожают, социальные пособия. То есть самому неимущему классу не надо вот улучшать жизнь. Самый неимущий класс пусть и тянет дальше, пусть страдает дальше. Так оно было и так исторически, наверное, сложилось. Может быть, экономически оправданно. Ну, они не смогут новую партию организовать, у них же денег нет, они не смогут правительства добраться. Максимум, что смогут подпалить усадьбу барина, если совсем гайки закрутить. И вот происходит ухудшение, оно же шаг по шагу, шаг по шагу происходит. И в этом шаг по шагу ухудшение существования простого человека появляются, как они говорят, популисты, которые предлагают простые рецепты. И мне не так нравится мир, Газпром, в принципе. Говорим, октябрь подразумеваем Ленин. Вот у них так, говорим мир, подразумеваем дешевый газ. В принципе, логично, и действительно рецепт простой, не надо там никаких сложностей. И вдруг на них натравливают спецслужбы. Ух, скажу я вам, спецслужбы. Германия. Это они так защищают демократию? Это они действительно так защищают конституцию? Или это хитрая технология, в которой действительно побеждающих демократически честным способом в открытых дискуссиях, в сократовских диалогах, этих людей начинают просто закручивать по методам, как это было в ГДР? И превращается ли служба защиты конституции Германии в такую тайную политическую спецслужбу, именно политическую, которая крутит оппонентов? Я на полном серьезе. Признав экстремистскую организацию, получаются другие методы. Вы знаете, люди в Германии, точно так же, как и в Польше, иногда пивка выпьют, такое несут, если честно. И теперь все это дерьмо будут вытаскивать и говорят, смотрите, они плохие, потому что нам так нужно. Мне кажется, это заказуха откровенная. Это опасность для кабинета Шольца. Но народ, вот я вам честно скажу, вы знаете, сейчас без политических игр, без каких-то там оценок, что делает Адагей или нет, или там феррфастинг суд справ, он или не прав. Я прочитал пока что из всего документа 20 страниц обвинения вот в экстремизме этого, гутахтан, этой экспертизы.